Всем привет! В эфире «Проспорт» и в сегодняшнем выпуске поговорим о карате. На данный момент самым распространенным и основным является стиль шатака. Школа карате имени Белгородска является одной из сильнейших на всероссийском уровне, а также на международной арене. Это подтверждается результатами наших ребят. Истоки карате теряются в глубине веков. Это японское боевое искусство имеет свою философию и многовековые традиции. Изначально карате представлялась собой систему рукопашного боя исключительно для самообороны. Сейчас она стала известна благодаря теме Сивари. Самый, наверное, главный удар – это удар рукой. Карате переводится как «удар прямой руки». «Дьякудзуки» называется. Сейчас я продемонстрирую удар ногой. Малыши гири – боковой удар. Сначала медленно, потом в быстром темпе. Нога выносится сбоку, разворачиваемся, выносим удар, ножку собираем и обратно встаем. Сейчас покажу только так же удар ногой. Кушарагири называется. Карате является одним из внезапных и наиболее опасных ударов. Сейчас продемонстрирую его так же медленно. Разворачиваемся на ногах, заносим ножку и наносим удар. Собираем, плавимся в позицию. Тренировка в карате базируется на трех основных техниках. Это кихон, кумите и ката. Выделяет ученические степени киу и мастерские степени данных. Обычных числов равно 10, но в зависимости от различных стилей и школ, их число может значительно варьироваться. С ростом мастерства степень киу уменьшается, а число данных увеличивается. Тренировки. Сейчас вот подготовимся на Россию. Тренировки каждый день, кроме воскресенья и субботы. Ну, даются они мне и легко, и тяжело. Когда как. Но в основном легко. Хочу попасть в Олимпиаду, хочу заниматься тренерской карьерой. В 2020 году в Токио мы сможем увидеть карате в списке олимпийских видов спорта. Мы как тренера, как наставники пытаемся донести до своих спортсменов, до своих учеников тот момент, что карате это является, прежде всего, способом защиты, а не направления. Пытаемся донести, что человеческие ценности, самое важное уважение старшего, уважение то место, где занимается спортсмен. Это помогает в будущем в любых направлениях ребенка, где бы он ни находился, куда бы ни обращался. Это внутренний его стержень позволяет ему общаться, в офисе находиться и быть хорошим, добрым и справедливым человеком. Успех, вот силу и ума, гласит величайшая японская мудрость. Особенность карате заключается в том, что это не просто искусство ведения боя, а глубокая философия жизни. А на этом у меня все. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok